И так раздражает эта картинка, пиздец. Ладно, все, скидывай и вот это. Она прям отвратительная. Я прям хоть не знаю, я хочу ему ебало прям набить. Ее пожилую ебучку настучать хоть. Ладно, все, пишем? Так я уже донош. А, да? Да. Заебись придумал, конечно. Итак, привет, привет, Саныч, давно не виделись? Да, расскажи, пожалуйста, сколько дней прошло с тех пор, как мы записывали рекоментирование серии. День? Да, мне казалось два. Два, два, два. Ты выспался? Я выспался. Сегодня, кстати говоря, буквально несколько часов назад прошел релиз этого... Чего, пятой серии, финал? Чего? Она, скажи, зачем мы вообще тут собрались? Мы решили обсудить с тобой закрыто серию? Ммм, как мы его делали? Как мы его делали? Неожиданно, да. Ну, давай обсудим. Давай обсудим. Мы тут накатали процесс. У меня тут как бы не... Ну, вообще, ни с того, ни с сего появился списочек с тем, которые можно было бы обсудить. Да, кстати, у меня тоже есть такой. Самое интересное, что он у нас обоих есть, потому что он в нашем общем чате. Да, да, вот. Как-то вот так вот, как звезды сошлись. Да, мы можем либо по порядку, либо... Мне кажется, первый вопрос очень-очень-очень многих интересует. Давай, первый вопрос. Зачитай, пожалуйста, вслух. Итак, первый вопрос, он адресован Санычу, потому что он является автором идеи. Это источник вдохновения и про избитость штампа. У меня вот так вот написано. Ух. В общем, так получилось... Подожди, а, это будет следующий пункт, но это ладно, потом. Короче, изначально я вдохновлялся элитным миром. И не в плане сюжета. Но он, может быть, чем-то похож в какой-то степени. Хотя... Очень-очень отдаленно. Да. Он мне скорее напоминал... Я вдохновлялся скорее таким внешним обликом. Я сидел, смотрел на элитный мир и такой, боже, я хочу что-то похожее сделать. В плане внешности, в плане, я не знаю, дизайна, я не знаю, как это правильно назвать. Ну, по духу что-то близко. Да, чтобы прям народ увидел такой, о, это элитный мир. Я, на самом деле, я не знаю, как у Андрея, но у него вроде побольше опыта в плане машинингресс-моги. У него большой послужной список. Он знает за много машинин, а я за всю свою историю знаю только одну, это элитный мир. Всё, я больше ничего особо не знаю. Но я знаю, как ты из канала. Ты прям такую классику знаешь. Типа я смотрел, ну не то, что много машинин, но я, типа, более-менее шарю за машинемоторскую тусовку в Гарис. Да, а я по нулям. Вот элитный мир у меня на уме, всё. И я вот сидел, думал, надо что-то похожее сделать. Прям классно, прям, что-то получилось. Люди увидели это, элитный мир. Но я что-то ни одного коммента про элитный мир не увидел, насколько это, или было. А? Там какие-то комменты про элитный мир было? Там миллион комментов про элитный мир. Ну, вот, значит, успешно. Да. Значит, успешно. А я такой читаю, думаю, типа, ну да, ну а в каком месте это похоже на элитный мир? Во мне очень странный момент. Но я какие-то кадры смотрел и видел элитный мир. Вот натурально. Я тебе покажу некоторые моменты, и я почему-то вижу здесь элитный мир. Каким-то образом. Если прям что-то вдохновлялось в плане сюжета, то... Мы перетекаем к избитому штампу, потому что я не знаю, чем тут можно вдохновляться, потому что это избитый штамп, на самом деле. Чуваки оказываются в симуляции. Да, на самом деле, это... Нас кто-то обвинял в плагиате, я уж не помню. Не суть важна это. Но проблема в том, что этот штамп настолько избит. Я сходу могу привести... Я, конечно, аниме не смотрю, но я знаю, про что это мастера меча онлайн. Я могу сказать, что это также, может быть, трон отчасти. Да, трон наследия. И на самом деле, про симуляцию такую, много чего. То есть, просто сходу... А, ну, Матрица, даже может быть, и части. Блин, в эпохе... Ой, в эпохе, какая эпоха? В закрытом сервере от Матрицы больше, чем в том сериале, в чем меня обвиняли в плагиате. Нас обвиняли в плагиате. Первому игроку приготовиться еще какой-то был еще. О, да, первому игроку, конечно, первому игроку... Я не смотрю, на самом деле. Вот, кстати говоря, не. Вот тот сериал, который нам говорили, что, типа, вот вы с плагиатили, вот тот сериал похож на Первому игроку приготовиться, потому что там... Это, как бы, мир, в который можно зайти по желанию. Это, типа, всеобщее. А здесь же у нас это именно как трон, когда в уже какой-то существующий мир попадают персонажи, которые вообще, ну, как бы, не должны быть в этом мире. Вот. Вот еще, как касаемо источника вдохновения, учитывая, что Саша является, как бы, автором идеи, а я являюсь именно как общим сценаристом, ну, то есть, сценаристом, который писал диалоги, который писал общий какой-то сюжет и так далее. Реализовал все это. Да, реализовал, то есть, по сути. Меня, я лично... Да, конечно, элитный мир, он прослеживался, но я больше был по... Вот, опять же, трон, очень мне по духу нравится трон. И вот, вообще, внезапно, Ванда Вижен, это сериал от Марвел, очень... Там тоже, типа, была симуляция, там... И там... И оттуда я немножечко подсмотрел идею с сменой разрешения, когда... А симуляцию показывают, допустим, с киношным, а обычный мир не от киношным. Только там это было наоборот, но не суть важна, суть... Вот. Нихеросей, ник Ведьмака 3-го взошел. Помянем его компьютер. Что еще? Отвечаю на вопрос, придумали мы что-то свое оригинальное, нет? Ну, мы взяли избитый штамп, но сценарий принесли свой. Да, на самом деле, вот в этот сценарий... Он оригинален тем, что это Грис Мод. Это симуляция, по сути, игра, в которой и снят этот сериал. В этом его оригинальность. То есть... В общем, можно много чего реализовать, но пока... Пока что. Это надо думать. В общем-то, мы можем перейти уже ко второй теме. Да. Первый сценарий... Первый, самая первая версия сценария была аж в 2017-м году. Вот казалось бы, это было вчера, Саш, да? Да и подумай, когда это было. Знаешь, как это случилось? Было 4 года назад, Саш. Господи, мне аж с ума схожу. Знаешь, как это произошло? Вроде бы как 17-й, я просто пытался отследить документ, и вроде как 17-й год. Я тогда... Как так? Мы, в общем-то, наш канал тогда угорал по мошенному Грисмоде, насколько я помню, 17-й год. Что было в 17-м году? По-моему, в 17-м ССТ был. В тот момент, мне кажется, мы еще пытались его в Грисмод запихнуть. Да, да, мы пытались. Это был... По-моему, это уже был 18-й. Я сейчас листаю до 17-го года, и ты пока говори, я тебе сейчас... В общем-то, там был момент, когда я просто принес Андрею несколько сценариев. Я тогда очень любил что-то придумывать, что-то писать. Я просто, чтобы это не потерялось, я просто отложил это в документ, чтобы не потерять. Ну, было. Я вот Андрею показываю. Я принес док про Королевскую битву, я помню, потому что это тогда, типа, было актуально, но там была интересная история. А-а-а... Что там еще было? Кстати говоря, по-про поводу Батл-Рояля. А, нет, нахуй, нет. Забей хуй. Кстати говоря, насчет Батл-Рояля, оттуда мы пару идей спизданули, Эмбер это чистые хуи из Батл-Рояля. А, кстати, да, реально. А скин-то он... Скин тот же, абсолютно, но это и гениальный скин для злодея. Ну, кстати, да. Вот. Это... По поводу сценария, можешь... Не знаю, это внепланово, можешь затронуть эту... Ну, не Абоссона, ладно, но я тебя потом еще учил, Абоссона, зловещую пятерку, блядь. Что касаемо сериалов, в шестнадцатом мы... я решил ребутнуть инславмент. Кто новый смотрит, а что хуевать, что мы нахуй несем? Ну, ладно, неважно. Короче, в шестнадцатом мы решили ребутнуть инславмент, я выпустил тизер темного ангела. Потом... Ну, это было... Это было в шестнадцатом году. Также выпустил трейлер. В... В сентябре шестнадцатого вышел продукт первый. И потом классика. Это первый... Это ребут первого сезона КВ. Редакс, точнее. Тизер хроников Фреда. Потом я начал угорать по туториалам. Туториалов очень много. То есть, весь семнадцатый год это... Это... Туториалы. И... Потом в середине... Мы снимаем ССТ до четвертой серии. Ну, а потом до девятнадцатого года забиваем на ССТ. Всё. Так что нет. Мы чё-то на горе и так дальше. Ну, у нас просто были типа идеи для сериалов куча. Но у нас был Unslamed. И... Я помню... Господи, первый сценарий закрытый... Это что-то с чем-то было. Во-первых, там должны были быть реальные съёмки. Я ещё приношу Андрею. И я любил пометку делать типа «Сложность». И там было написано «Высокая». Просто потому что снимать в реальной жизни. Это, конечно, тот ещё прикол. Саша, у тебя там... Это... Чуть-чуть под... Видите, к микру? У тебя там... А, ну я отошёл. Потому что... И там была идея, что чел просто ходит. Он студент. Привет эпоха войны. И... Он... По приколу попадает в Гаррисмод. И он тоже встречается с телеками, но... Они якобы из других стран, других регионов и вот это всё остальное. И они там такие «Чует...» Всё. Это весь крёс установлен. Хочешь прикол? Нет. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Ладно. Руфл в том, что в 2018-м... Я просто до сих пор ловил отчёт подводчатой студии. В 2018-м вышло три видоса, один из которых это тизер ССТ в Гаррисмоде, один из них это монтаж двухминутный по Overwatch'у, и один из них это как сделать голос. Ну, типа, у Dusty. Клёво. Фига, 18-й продуктивный был. Да, я не знаю. Вот. Ну, 20-й, мне кажется, этот самый продуктивный год вообще за всю историю канала. Да. Типа, у нас, знаешь, в 20-м... Ой, в 20-м, в 21-м, извините. 21-й год самый такой продуктивный, потому что за год, можно уже говорить, за год, знаешь, как мы выпустили сейчас. Так, 30... Десят, 60 роликов мы за год выпустили, Саша. Сколько? 60. Нихуя себе. Может, чуть меньше, я с погрешностью говорю. Ну, даже если так вот, если учесть погрешность, 53 ролика, ну, это... Ой, 57 роликов мы выпустили. Это капец. Вот, начиная отчёт от тени в воде, заканчивая закрытым сервером финалом. Какие мы молодцы, всё-таки. Ебать, это будто 21-й год прям какой-то прям охуенный. Внезапное обсуждение активности RG-Studio. Да, извините. Ну, это как бы счастливый год для RG-Studio, когда мы наконец-то нашли свою стезю и всё. Как говорится, хайпанули на мясном и на блядь, или, и теперь хуйню снимаем. В общем, мало кто знает, мало кто знает. Но должен был выйти как краткоментаржный фильм. Да, изначально закрытый сервер это был краткоментаржкой. И мы так и планировали, но потом я такой думаю, но потом я такой, чёрт меня дёрнул за язык, и я спросил аудиторию, а что вы хотите, сериал или фильм? И вообще изначально все проголосовали за фильм, но читая комментарии, там было как-то их больше, и они были обоснованнее. Что я думаю такой, хм, ну, наверное, сериал. Но я так сказал, что сразу сани, что мы должны сразу всё снять, а не так, что мы по три месяца делаем одну серию. Ну, собственно, так и случилось. Мы типа заранее всё сняли, заранее всё смонтировали и всё выложили. Ну, не с Фео, но... А у нас тут есть пункт, и он, кстати, актуален в связи с тем, что недавно Андрей кинул ссылку на коллекцию. Суть в том, что у нас мало аддонов было. Ага. По поводу моделек, вообще, что касаемо съёмок в Гаррисе, именно, ну, как бы, симуляции, аддонов минимум, реально. Самый необходимый, и то половина такие, знаешь, мем. Это текстурки, это камеры, это какие-то tool-gunы. Да просто, типа, апскейленные модельки. И камеры, понятно, для съёмок. Всё, реально, это реально минимум. Прикольно было. Удобно. когда они не грузятся по 20 лет. Да. Особенно актуально для людей, у которых не совсем мощный ПК. Ну, мы коллекцию выложили, да. Плюс сделали пару флова. Флотграс Невада, ой, извините, Флотграс Аватар. тема с людьми блокбастер versus живые люди. Скажи это ещё раз, потому что я тебя заглушил. Нахуй я это сделал. Ладно. У меня тут возник документик, где написано тема с людьми блокбастер versus живые люди. Ну что, Андрюша, расскажи-ка, пожалуйста, как... Нет, не так, вопрос. Сколько людей участвует в съёмках проекта Эпоха войны? Хм. Один. И это ваш покорный это я. Расскажи, пожалуйста, как ты добился таких успехов, что ты один снимаешь Эпоху войны? Есть такой прекрасный мод, сделанный великим макхорсом, позволяющий записывать свои движения и превратить их, собственно, в NPC. Это и позволяет мне снимать одному в Майнкрафте. Но Гаррис Мод такая площадка, где такой функции нет. И съёмки вот как бы все просят, все говорят можно с вами сняться, можно с вами сняться. Они не знают через что прошли те люди, которые снимались. Можно парочку вставок прям дикого рейджа какого-то вставить, знаешь. Блядь, вы нахуй, тупые, блядь. Да, вот так вот. Всё, да, мало я, сейчас подзапись ты делаешь. Давай. А, да? Да. Убери, убери арбалет. Убери арбалет. Конечно. Отойди подальше. Ну, точнее, не подальше, а, блядь, вбок. Не в тот бок. Да. Да, блядь. Вернись. Стоп. Вот так. Всё. Давай. Чё ты такое знаешь? Ну, это было весело, на самом деле. Да, это было, ну, для кого как. Кто-то до сих пор из депрессии выйти не может. Вот. Когда я захожу в диск, там просто миллион пингов сани, блядь. Да, 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 ты там просто заходишь, там реально миллиард пингов. Ну, это просто пиздец. Ладно. Не важно. Короче, с людьми снимать сложно, поэтому, ну, поэтому сложно. Наверное, кто-то скажет про Actors, но моё почтение. Не, это хуета поганая. Типа, ну, не хуета поганая, извиняюсь, задумка интересная. Tool интересный, но с ним, не с ними что, что ты хочешь. Типа, даже в GTA-шку, пятую, завезли мод, который, ну, записывает движение игроков. Он, конечно, кривенький, но он, ну, пойдёт. Типа, про Duke-J как-то я снял. В Solo, кстати говоря, спокойно можно снимать такие машины, как продукт. Вот, они, это, это дикий фан. Ну, ладно, об этом потом. Как-нибудь в следующий раз. Надо будет как-нибудь какой-нибудь подкаст записать, знаешь. Да, ну, это можно вообще видестрима организовать. Можно, да. Как раз и вопросы эти подъедут в прямом эфире. Трудности, с которыми мы столкнулись, например, камера сзади девушки, таблетки, глаза. Это так странно звучит, на самом деле. И давай, самое интересное, давай таблетки. Таблетки. Можно к этому, к таблеткам ещё и документы переписать. В общем, если, вы помните, наверное, вот эти моменты, то есть, где один из учёных берёт себе таблетки и где в конце показывают документы. Это первый опыт, сам, это реально первый опыт, когда мы в машине интегрировали блендер. То есть, я уже, не то, что долгое время, а уже несколько месяцев изучаю блендер. Хочу его изучить, потому что с FM это вот такая вот хорошая программа. И блендер незаменим. Вот, и допустим, эти таблетки, они рендерились отдельно, то есть, я не знаю, остался ли у меня исходник, где просто эти таблетки упадают, и в After Effects я просто их притречиваю и всё. А что касаемо документов, это в Photoshop написаны документы, кстати говоря, думаю, с Backstage можно эти документы выложить. Вот. Хорошо. Вот. И эти документы, просто на них дисплейсмент, ну, я не буду грузить вас с этим теорией, просто, что приходилось работать в блендере, и это достаточно интересный опыт. Вот. Что касаемо глаз, вы, наверное, заметили, что на напряжении всего сериала были проблемы с глазами у всех, и это мы нашли решение этой проблемы только когда уже четвертая серия была на релизе, по-моему. Это было отвратительно, ну, типа, да, правда, мы признаем, что это ужасно выглядит, это очень портит, бьет по атмосфере, пообещаем, что в дальнейшем в Garry's Mod проектах такого не будет. Мы нашли решение проблемы. И забавный факт, это настолько отчаялся я, что в конце, когда Эмбер целится в главных героев, у него в оригинале были сломаны глаза. Это было отвратительно, и мне пришлось, чтобы это не было так кренжово, чтобы финальную сцену не портить, пришлось третчить ему глаза, то бишь, там я прям отдельно зашел на карту, отдельно поставил его в ту же позу, вырезал глаза, вырезал глаза, резня, и притречил их в After Effects. Трудности с паком, он почему-то у нас во временный момент не работал, и это привело к проблеме со съемкой, ну там сцена с девушкой была, где камера за нее была, и вот с ней были прям пипецкие проблемы, потому что вначале мы планировали типа с помощью Рагморфа сделать ее Рагдолум и присобачить камеру, мы как только не пытались, она начинает трястить, это ужасно выглядит, в пак не работает, это вот ужас, я хотел вообще, я эту сцену видел как, она идет, как бы фокус на ее ноги, и камера плавно поднимается, как бы показывая комплекс, и кадр бы не выглядел таким статичным, ну все, а как мы выкрутили из-за этой проблемы, просто я скачал какой-то мод на вид от третьего лица, настроил там плавность и все, вот-вот, пожалуйста, так что решение оказалось таким вот. Теперь давай самая интересная часть для тебя, наверное, это монтаж. Монтаж, конечно, даже не совсем монтаж, скорее создание VFX и CGI, для обычных, для обывателей, конечно, это монтаж. Ой, вы заметили, что в сериале хороший монтаж, благодаря как бы мне, не буду себя занижать, свои заслуги. да, я просто очень давно хотел что-то такое крутое сделать. Я думаю, по роликам на канале вы понимаете, что я не первый день монтирую, и здесь мне наконец-то удалось применить те фишки, те приколюхи, которые я не могу по определенным причинам применять в роликах, потому что это просто было бы бессмысленно, но они у меня на примете были, и здесь я смог их применить, потому что это машинимо. Например, офигенный эффект этого флэтграсс аватара, когда небо сбоит, и там видны сквозь эти лаги, строчки кода, ну, типа, и вот этот эффект, то, что вот все такое какое-то жесткое, плюс вот эта сцена с аватаром, когда ему в голову бьет как бы молния, ну, такая вот, очень, там, по кадру можно посмотреть, это очень красивая сцена, она прям очень хорошо сделана, плюс, что еще монтажа, касаемо монтажа, было очень много такого скрытого монтажа, который вы не заметили, и это хорошо, потому что он на это и был нацелен, чтобы скрыть определенные моменты. Например, опять же, глаза Эмбера были в конце, в последней серии полностью заменены. В одной из серий, я помню, у мужика просто, я не заметил этого при съемке, у мужика просто на модельке просто, ну, голова была в кровище, я такой думаю, это вообще как называется, ну, типа, это палевно, ну, я просто не заметил, а сейчас я заметил, и многие бы заметили, поэтому пришлось на монтаже это замазывать, создавать текстуру, генерировать и накладывать ее на голову. Что касаемо вот такого монтажа, это замена экранов, это самое жопное, что только можно тут быть, это все экраны, которые, как бы, видите, ну, практически 90% экранов, они были заменены, и ставлено там было свое изображение, которое я тоже создавал, то есть даже банально вот эта сцена, где они хакают комплекс, Гарри, ну, сдал мой комплекс, и там такая карта, где Ньюгай бежит, там, типа, строчки кода, написано, что это риск, это же, типа, тоже, это композитинг, это все создавалось вручную, и анимировалось, и втречивалось в мониторы. Плюс этот, ну, это очень, это очень сложно, особенно была сцена, я ее вырезал, она не попала на финальный монтаж, когда Эмбер подходит, и там просто такая, там столько, я бы не смог это вырезать, я бы, нет, я бы, может быть, смог, но это бы того не стоило, мне кажется. Это, там просто экран за стеклом, это стекло еще перекрывает половину силуэта Эмбера, плюс там за стеклом громкоговоритель, который перекрывает экран, там еще, по-моему, чуть-чуть растения попали, короче, это было вообще невозможно вырезать, я вырезал ее. Вот. Плюс вот эти эффекты, которые, да, если кто-то еще не понял, ну, мне кажется, все поняли, но эффекты про, когда у них перед лицом появляется оружие, это тоже монтаж, и, причем, их достаточно хорошие, раз это все восприняли за аддон, это уже признак того, что я сделал офигенно. В парочке моментов я даже слишком запарился, не знаю, зачем. Например, ну, понятно, что когда они это берут, у них перед лицом свет, то есть, это видно. А второе, это в одном из моментов у Ньюгая в очках отражение от этого эффекта. Ну, то есть, там прям это видно. и что еще можно сказать по монтажу? Ну, наверное, вот это вот основное, что я хотел сказать. Саундтрек. Так вот, касаемо саундтрека, в основном, да не в основном, все саундтреки брались откуда-то, то есть, они не писались, что, конечно, не очень хорошо, но что поделать. не было у нас полноценного времени на сцене, саундтрека. Ну, где-то процентов, 70 процентов, 70 процентов были саундтреки из Half-Life. Ну, потому что атмосфера, как бы, Гарриса, она очень близка с атмосферой Half-Life. Единственный саундтрек, который мы написали, я написал, это был Wave, трек Wave, который был в финале. Ну, то есть, не в финале, он в титрах был. Он многим зашел, мне очень приятно, что вам понравился мой саундтрек. Он доступен на всех площадках, типа, Spotify, WakaBum, так далее, он везде, его можно найти. Просто крафтов-вэйв. Вот, он даже на YouTube есть. Так что, да, очень горжусь, что получилось создать хорошую мелодию, которая бы олицетворяла отчасти настроение закрытого сервера, такое напряжение. И, собственно, да. Мы хотели с тобой обсудить никнеймы у персонажей. Да, да, да. На самом деле, никнеймы главных героев, они не взяты с потолка. То есть, они как бы продуманы. У нас уже салют начался, еще только 30-е. Что касаемо никнеймов, например, начнем с самого менее очевидного. это как бы то не было странно, Мамонт. Мамонт, он на самом деле, Мамонт не потому, что его заскамили, не подумайте. Типа, когда мы писали сценарий, этого мема даже не было. потому что... Это что такое? Офигеть. Это потому что... Вообще, изначально персонаж такой вот пассивный, ленивый, типичный обмен, короче. И он такой вот медлительный. Первое, что пришло мне в голову, это Мамонт. Я такой, Саня, Мамонт. И Саня такой, берем, нормально. Далее у нас Кратос. Кратос это отсылка на персонажей с God of War, где чел просто там всех выкашивал. Я помню, я играл в какую-то часть, не помню, но там он просто всех месил. Все, что было живое, умирало, а все, что не было живым, она оживлялась и убивалась. И вот, собственно, поэтому Кратос это, ну, никнейм как бы игрока, который любит месить. То есть, он в пилотной серии любил пострелять всегда, в любой момент надо пострелять. Поэтому Кратос. Нью Гай, как бы, тут все очевидно. Нью, новый, Гай, парень. То есть, это новичок. Кто у нас еще? Циркуль. Циркуль и Гарри. Гарри, изначально вообще полный никнейм это Гарри Дев. Двойная отсылка на... Вообще, по изначальному сценарию у него был, он был программистом, который абсолютно тоже ленивый, не хотел нифига делать. И Гарри Дев это ссылочка на Яндер Дев. Но, в итоге, он такой умный оказался, поэтому приставка Дев убралась. А Гарри, ну, собственно, отсылка на Гарри Смот, на Гарри Ньюмана, создателя игры. И Циркуль это самая неочевидная отсылка, но самая такая... В общем, Циркуль, он же делал постеры. Ну, вообще, по пилотной серии. И есть такой постер-мейкер, как Nine Circles, то есть, или как-то так, короче. И среди своих его называют Циркулем. Собственно, вот, пожалуйста. Просто мне Саша пришел, говорит, в общем, у меня есть персонаж, который, типа, делает постеры. Как его назвать? Я такой, Циркуль. Ну, почему? Я такой, потом поймешь. Следующий персонаж. Линейка. Персонаж. Pineapple Pay. Оно, нет, вырежу. Ну, что, будем обсуждать с тобой последний пункт. Последний, который не последний? Который девятый. Девятый. Ну, надо, надо обсудить его. Ну, давай. А знаете, как он называется? Он называется второй сезон. Да, да. Это, мы ставим его в самый конец, чтобы только истинные фанаты досмотрели. Что касаемо второго сезона. Заранее говорим, что все зависит от вас. коле будет хороший фидбэк. Коле, нифига себе, я уже на старославянском заговорил. Если будет хороший фидбэк, опять же, если вам понравится, ну, как бы понравится, но, чтобы актив был хороший, то есть, как бы ради, ну, узкой аудитории работать, так стараться, это, конечно, ну, благородно, но все же нужно думать о других проектах тоже. Вот. Мы не говорим, что его вообще не будет. Если он, если проект, как бы, из закрытой сервера не зайдет, хотя, как он может не зайти, ну, ладно, то, скорее всего, отложим в долгий ящик. Ну, то есть, будет ждать своего часа. Ну, как, собственно, первый сезон ожидал. Но, если прям будет офигеть, какая реакция, прям, ошеломительная, то после, я думаю, стоит ли примерно говорить дату или нахуй надо? А мы знаем дату? А? Мы знаем дату? Когда к съемкам мы приступим? Примерно. Примерно? Это лето. Да, примерно хотелось, конечно, к лету. То есть, чтобы к концу лета, ну, собственно, как и первый сезон выходил, чтобы вышел уже готовый прямо из печки сериал. Вот. Лучше поговорить не про второй сезон, потому что он под вопросом, под 15 вопросами. Проще поговорить про спин-оффы, мне кажется, стоит. Стоит ли? Спин-оффы? Ну, у них шансы появления больше, чем в втором сезоне. Вот. Объясню, короче, расклад. Я хочу второй сезон. Саша очень сомневается. Поэтому давайте в комментариях уговорите меня, давайте. Уговорите Сашу, предведите ему те аргументы, после которых он такой, да, снимаем. Вот. Потому что, все-таки, хоть я и делаю, ну, много работы, как бы, над сериалом, все-таки, конечно, я остаюсь исполнителем. Автором идеи все равно остается Саныч. и я не хочу наперекор автору идеи идти, и если он не захочет, я не буду это делать. Тут уж как бы, извините, но тут надо иметь уважение, ебать. Так что, давайте, лучше, проще как-то уговорить его какой-то аргумент вкинуть такой, что он такой, ебать, снимаем. Вот. И все. Сейчас мне на что-то тишку написать. Да, сука, ну, не надо в личку писать ничего, абсолютно. Зря я это сказал, конечно, если что-то тем более начнут. Закрой, Саша, короче, личку закрой, как я это сделал. Дмитрий Флип просто. А? Просто Дмитрий Флип. Манки Флип. Я Дмитрий Флип. Че за момент Дмитрий Флип? Че он? Я не знаю. Какая-то обезьянка переворачивается у нас, гифка появилась здесь. Да. Помянем. А так люблю наши гифки, на самом деле. Просто чел, жеруша в уху. А зомби от стенку под... Твой любимый жмых вот этот чел. Какой? Какой на пол экрана, моделька из ТФ. Ах ты, сука. Самый низ, Саша, самый низ. Самый низ? Какой уху. Почему я это снимал? Ну ладно, вот эта самая крутая гифка. Сука, гифки в дискорде. Давай просто на членке рецидень. Я что-то с этой гифки проиграл на такую лезет, Саша. Да. Саша, напиши в чат, типа, скажите привет, Ютуб, потому что мы все снимаем. Ладно, что касаемо спин-оффов, они, возможно, они, может быть, будут, потому что есть у нас пара идей для парочки проектов, которые не связаны, как бы, с главными героями, не связаны с этим, но они больше, немножечко лорные и есть даже один рофильный, который раскрывает много, некоторые детали. Короче, ждите, пишите свои пожелания, можете, кстати говоря, какие-нибудь теории писать, это мой любимый формат, когда люди делают теории по нашим проектам, я прям обожаю это. И, как бы, теории, можете писать какие-то идеи для сюжета, потому что, возможно, ваши идеи попадут в сериал или не попадут, никто не знает, но, если он вообще будет, опять же, но, в общем-то, уууу, проиграйте актив, если он понравился проект, можете его еще раз письмо, ну, как угодно. Ставьте лайки, если он нравится, ставьте дизлайки, если он не нравится. да, если бы сейчас дизлайки, конечно, что-то значили бы. Да. Я их даже не вижу. Угу. Что-то на грустной ноте давай, очень веселый. Андрей, скажи, скажи, что-то. Такую же, как тот раз? Нет, нет, нет. Давай другую. Другую. Я про розовые шарики для пинг-понга рассказывал? Я не знаю. Я не слышу. Короче, жил-был мальчик, и в детстве, лет в семь, ему мама говорит, сынок, что ты хочешь на день рождения? Он говорит, розовые шарики для пинг-понга. Анка, ладно, хорошо, забились, покупает. Он довольный, все, спасибо, мам, все хорошо. Десятый класс, ой, девятый класс, ОГЭ. Девятый, да, девятый класс, ОГЭ. Мама говорит, слушай, давай так, такое пари заключим. Ты, ну, как бы, заканчиваешь, ну, пишешь ОГЭ хорошо, я покупаю тебе все, что ты хочешь. Он такой, забились. Он пишет ОГЭ на максимальный балл, говорит, мам, я хочу розовые шарики для пинг-понга. Он такой, хорошо, ладно, покупай этому. Одиннадцатый класс, ЕГЭ. Тот же расклад, что хочешь, мам, розовые шарики. Он такой, хорошо. такая же шняга с универом, то есть, то бишь, поступишь, пожалуйста, запрещу, защитишь диплом, все, что хочешь, абсолютно, машину, дом, квартиру, неважно. Он такой, мам, ты же знаешь, розовые шарики для пинг-понга. Он такой, ну, блин, ну, ладно, покупай этому. Прошло несколько лет, и сын попал в аварию. Ну, то есть, там, ну, очень серьезная травма, он в коме. Мама прибегает, в слезах, в больницу, говорит, сынок, типа, не покидай меня, типа, пожалуйста, только выживи, я все, что угодно тебе сделал, я даже куплю тебе эти дурацкие розовые шарики для пинг-понга. Тут происходит чудо, и сын открывает глаза. Мама, ну, типа, на родостях такая, вау, типа, сына жил, хорошо, круто, и спрашивает, сынок, объясни мне, а зачем тебе эти розовые шарики для пинг-понга? Он такой, смотри, мам, а не мне для того, и умер. Вот такое, вот такая вот есть. Не смешно. Да. Ой, нет, это грустно же. Если она грустна, почему мы смеемся? Я максимально не хотел угадать. все таки депривые, блядь. Паскудники, ебаные, блядь. Ладно. Фу, ладно, ладно, хорошо. Я могу нормальную рассказать? Какая нормальная? Ну, ну, не такая, не конченная. А, то есть, это была конченная. Ну, ну, как? Она была, да, чуть-чуть, с приколом. Шитник. Так что, надо? Ну, давай, последний, ластовый. Уф, надо что-нибудь такое, интересное, подобрать. что у меня есть из моего репертуара. Шуток, анекдотов. Все выглядело из головы, сука. Остались только эти розовые шарики и этот, ебаная записка, блядь, который не надо читать. Почему они у меня вот в памяти сохранились, а нормальные нет? Так, хорошо, сейчас еще не вспомню. Ну, ладно, это такой бородатенький анекдот. Приходит, короче, пациент к врачу, говорит, доктор, у меня проблема какая? Ну, смотрите, у меня, видать, аллергия на чай. С чего вы это взяли? Ну, и какая аллергия, как появляется? Да смотрите, я когда чай пью, у меня пиздец, как глаз болит. Причем, ну, какой-то из, типа, не оба. Он говорит, а вы когда чай пьете, ложку вынимаете? Ладно, господа, я думаю, надо видео заканчивать. В общем, всем большое спасибо, что вы нас послушали. так, все, давайте, всем пока, с наступающим, или может, ну, вряд ли с наступающим, с наступившим, скорее всего, поэтому, успехов вам, новом году, самое главное, чтобы все было у вас хорошо, не болейте, чтобы у вас все было ровненько, и, чтобы семья у вас была крепкой, здоровой, все, я все сказал. Все, всем пока. Да. Все, отписывайтесь, ставьте дизлайки, не пишите комментарии. Уууууууууууууу!